Всем привет! С вами Ольга Чернова. Я очень давно не снимала видеоролики, потому что все мое время уходит на сбор томатов и заготовку семян. Но сегодня, я вот когда пришла собирать дамские пальчики, я решила еще раз показать вам их, потому что это особенные такие томаты, которые у меня выращиваются всегда в грунтовом варианте, именно на земле. Весной я один раз показывала, когда я их садила, потом показывала в июле, когда собирала урожай, и сейчас решила показать осенью, вот сегодня, 1 сентября, чтобы вы посмотрели, как они выглядят и сохранились ли они лежа на земле. Кусты уже давно все засохли, у нас ночные температуры низкие, поэтому я тороплюсь скорее собирать весь этот урожай, который у меня лежит на земле. Основные томаты я уже собрала и семена выдавила. У меня остались вот грунтовые, дамский пальчик, там сибирский пироид, всякие засолочные, новинка Приднестровья и самые крупные, вот которые бычий лоб, там купола золотые, вот типа этого. Основной урожай весь почти собран. Поэтому я даже не выхожу на страницу свою, мне совершенно некогда, не открываю сообщения. Ой, извините. Потому что для меня сейчас самое главное, все силы мои брошены на сборку урожая. У нас в сибирском регионе в сентябре уже могут быть первые заморозки. Я вот даже подпростыла уже. У нас то дождь идет, то жара, неизвестно что. А мне же важно не только собрать, все занести домой. Мне надо сразу выдавить семена, промыть их, просушить. Это очень долго. Отложила все заказы. Так что не удивляйтесь, что я не выхожу на страницу. Для меня сейчас приоритете собрать урожай, выдавить семена. Но отвлеклась. Вот дамские пальчики. Они у меня лежали на земле все лето. Несмотря на то, что они лежат, вот даже видите, половину в земле были зарыты, они в землю даже упираются. Все плоды целые, потому что вот особенность этого сорта, из-за его плотной кожицы и плотной консистенции, они очень хорошо подходят для консервирования, потому что они растекаются и держат форму. Из-за этой же кожицы они не загнивают в земле от сырости, у нас сколько были дожди, не гниют и не, как вот бывает, мякнут. Они не мякнут. Вот пальцы все целые, в идеальном состоянии, какую бы кисть ни возьми, вот они. Единственное, на них вот от града остались травмены. Но и то они не пробиты насквозь, а они просто вот остались вот такие вот немного вмятины. В июле я основную часть собрала, оставила те, которые были маленькие и зеленые. Вот сейчас они все дозрели, и вы видите, что урожай очень хороший, пальцев много. Куда ни посмотришь, везде лежат вот эти пальчики. Какие не дозрели они еще, я их оставлю на свой страх и риск, если замерзнут, то их не жалко. Они все у меня росли в брошенном состоянии, вон видите, там все пальцы, пальцы. Вот здесь тоже, вон там краснеют пальцы. Сейчас все красные выберу из травы, выгребу и пойду выдавливать с них семена. Вот это дамский пальчик, на который, для выращивания которого не требуется совершенно никаких усилий. Вот действительно, по принципу, посадил и забыл. Вы видите, сейчас вот 1 сентября, он валяется без ухода, не ухоженный никакой, не посынкованный, ничего. Даже не подкармливала, не опрыскивала, ни от фитофтора, ни от чего. Фитофтора его тоже не берет. Все плоды целые, несмотря на то, что кусты уже давно все засохли, помидорки лежат и ждут, когда их соберут. Очень хорошие для консервирования и для еды. До свидания, не теряйте меня, занимаюсь заготовкой семян. Всем удачи!